Я была на вашем презентации ДК, вы хорошо расписали на 10 лет наш город, очень красиво, очень здорово, спасибо. Но первым пунктом, на первом слайде, который вы нам показали, вы огласили те проблемы, которые на сегодняшний день вы видите в городе Ачинске. И самым первым пунктом был отток населения. Вот скажите, будет ли переток населения, если у нас не будет рабочих мест в городе? Вот сейчас у меня закрывается третий поведен, да? И причем третий поведен, который со всеми коммуникациями с первого дня работы, с руководником для посетителей, с туалетом для посетителей. Кроме того, на третий районе, вот вы говорите, я готова вкладываться. Я два года назад вложилась на 800 тысяч. Я сама лично закопала трубу, которая порвалась. Теперь ее хватит на 50 лет, то есть она очень хорошего качества, не простая. Причина, то что, одним словом, вам необходимо уходить в целом гости, какова? Властность. Насраждение в охранной зоне сетей. Так, ну здесь все что? Здесь мы тогда, получается, вернемся опять, то есть к чему пришли? Ну я же готова вкладывать? Я вложилась, я вложилась. Нет, ну вы слышите, да? То есть вы, ну в любом случае, даже по всем законодательным моментам, то есть нахождение на охранной зоне тут запрещено. И вы сейчас говорите, чтобы там остаться. Кто вам разрешал в охранной зоне находиться? Администрация выдавала разрешение нам? Значит, наверное, это все устраивало, наверное, все это устраивало, наверное, устраивало. Договориться, наверное, переговориться. Кроме того, что я уж не говорю, я в следующем моменте, что у меня поступает информация определенная, я ее аккумулирую. Поэтому сейчас я делаю в рамках законодательства. Но на сетях нельзя ставить. Нельзя. Просто если подходить к проблемам малого, понимаешь, у нас будет большое топливо. Нет, нет, не будет. Не надо под всех себя говорить, не надо. Мы знаем, куда он будет и почему. У нас нет, кроме этого, высшего образования. Имейте в виду, да? Люди, только молодежь подрастает, поехали в Томск, Кемерово, Новосибирск, Красноярск. И учатся, и все, они посмотрели, как хорошо, какие хорошие бульвары, благоустройства, да? Можно сходить в кинотеатр, у нас один кинотеатр, и тот загибается, да? Вот еще вот эта причина. Поэтому сейчас, опять же, ведем работу, чтобы сделать высшее образование филиал здесь. У нас есть здесь аграрный, недостаточно этого, да? Я не про то. Вот, я про это. Дело в том, что нестационарные, это огромные объекты, там работают люди без специального образования. Некоторые даже имеют только школьное образование. Но они очень хорошие работники. И про них тоже не надо забывать. Куда они пойдут? Не возражаю. Не у всех, в вашем смысле, имеется в виду, согласен, что не у всех по-разному жизнь складывается. Но опять же, мы тему счетному упускаемся, там опять заново все говорим. У нас много муниципальной аренды на первых этажах многоквартирных домов. Просто мой бизнес предусматривает отдельно стоящее здание, потому что мы работаем круглосуточно. Я не могу работать в муниципальных домах. Имеют задумывание муниципальных, но опять же, какой бизнес? Пиво? Нет. Денис Васильевичский. Это бренд. Они сами производят эту продукцию. Я же не говорю. Это мы все реализуем. Мы вам положим перейти. И у вас 15 лет головной боли не будет. Вот просто на Кирова сейчас на 7 лет подменик, и вы нас убираете. А где гарантия, что мы 15 лет там простоим? Гарантия будет подтверждена за правовым актом. Но вы правовая к нам же выдали на Кирова документы? На 7 лет. Разрешение на 7 лет умеют. И в итоге? В итоге нужно... Обман. Нужно? Нет. Нужно, мы говорим о том, чтобы благоустроить территорию города. Уходить от того, что было в 90-х, 2000-х годах. Я предлагаю вам все-таки на новое место встать. Я буду вам там... Идет-то повеять. Вот это вы уже понимаете. Так уж вы готовите. Доверие будет сложновато. У вас уже администрация в 100 раз напала. Вот у вас подходит вид деятельности, что вы можете получить средства. Вы почему-то не заполняете анкету, не заполняете те документы, чтобы получить поддержку малого и среднего бизнеса. Я хочу, чтобы вы просто не мешали работать. Да-да-да, это многие хотят. Нам не надо денег.